Попали. Вот приехали, первая неприятность. Ты кто? Ты наш? Привет, папочка! Саша сейчас заполняет анкету по благоустройству Саратовского вокзала и написал, что его нужно сделать, как в Сингапуре, прям так и написал, смотрите, сделать достопримечательность внутри, как в Сингапуре, кинетические шары. Ну, не то же самое, а на подобие сделать что-то. Кинетические квадраты. Что-то такое, чтобы люди фоткались и выкладывали в Инстаграм, я был там, вот такой на что сделать. Надо кинетических поэтов. У нас здесь много всяких памятников, и пусть они летают. На утро у нас остался плов. Смотрите, какая здоровая порция. Столько мяса, так вкусно, и хорошо, что он не испортился. И еще такая булочка, она тоже с мясом. Тут очень все с мясом. Мы уже на территории города. Цветик там красится, прихорашивается. Вон мой папа встречает нас. Привет-привет. Саша, Саша, как тигр волнуется в клетке. Андрей Геннадьевич, после операции ему сейчас нельзя тяжелое таскать, поэтому мы все возьмем сами. Давай выходим потихонечку. Давай мне дьюти-фри. Моя любимая сумка. Я так рада. Пойдем потихонечку. Хорошо. Можешь мне еще мой рюкзак дать? Все, пошлите, пошлите. Где Жанн, где Жанн? Вот он. Привет. 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 Ура. Привет. Вот и мы. Привет. Холодный дом. Что мы? Венюсь. Так, сейчас я вынесу все сумки. О, все, мы приехали. Еее. Наконец-то мы делаем. Привет. Так непривычно в теплой одежде. Вообще так неудобно в ней. Я привыкну. Без нее это хуже. Андрей Геннадьевич сказал, что мои родители уже звонили. Ждут нас. Сейчас заедем в магазин тортов. Дергись далее, как говорится. И купим что-нибудь сладенькое к чаю. Я чувствую, что радов мой родной. У-у-у, я дома. Я чувствую, что я дома. И у меня сейчас такая, знаете, сила моего поступает к моим железным ручкам. Ой, друзья, даже не верится. На улице так прохладно, непривычно. Приехали из тепла в России. Я не думал, что будет так прохладно. Хорошо еще солнце. Москве, кстати, даже солнца не было. Ой, в поезде так выспались после самолета, поезд кажется просто рам. Я думаю, почему в самолете не сделают спячие места, чтобы каждый мог лечь и поспать на международных рейсах, если перелет такой долгий. У нас беда. Андрей Геннадьевич поставил здесь машину, ее нет. Эвакуатор приехал и ее забрал. И мы не можем уехать. Вот сейчас ребят сказали, что эвакуатор увез. Ну, короче, Саратов встретил нас не очень радужно, но куда деваться. Ну, там очередь, ай-яй-яй какая. Там геморрой. Лучше такси прочь, приложу, вызываю, все за 70 рублей дареет. Попали. Вот приехали, первая неприятность. Кошмар. Еще на деньги попали сразу. Добро пожаловать в Россию. Мы вызвали такси, чтобы доехать до эвакуатора. Сейчас узнали номер, куда звонить, чтобы узнать, на какую штрафстоянку увезли. А вот триумф. Там мы со Светиком часто ходили гулять. Мы приехали в ГИБДД. Сейчас нам надо будет оплатить штраф за неправильную парковку. Поторопился, поставил в неположенном месте. Сейчас узнаем, сколько будет штраф. И что самое обидное, все машины там дальше стоят в неположенном месте. А вот наш увезли. Представляете? Мы сейчас переместились к отцу домой. Уехали на том же такси к нему, потому что очередь на оплату штрафа большая. И решили такси не держать. Не стоять там с сумками в очереди. А поехали сюда к батьку домой, чтобы подождать его здесь. Он заберет машину и уже приедет. Сейчас Саша показывает папе свой новенький макбук. Андрей Геннадьевич, как вам? Ну, что сказать. Делают очень качественно. Молодцы. Самое качественное, что я видел. Ура! Ты уже Саша освоил его? Да, освоил. Я сейчас достал старый, но думал, сейчас на нем поработать не смог. Достал мак, потому что на нем уже удобнее работать. В общем, папа оплатил... Да, приятнее, приятнее. Все здорово. Классно. Оплатил штрафы. Две триста, да, эвакуатор? Да, две триста, эвакуатор. И штраф пятьсот рублей. Две в семьсот все обошлось, в общем. Все нормально. Да, все нормально. Так что ставьте машины в положенных местах, чтобы вас не увозили. С кем не бывает, сейчас у них это самый прибыльный бизнес. Там сидели, общались, там милиционер говорит, мы сами попадаем под эти камеры, там под это все. То есть народу там полно. В общем, собираемся домой, пришлось все сумки поднять сюда. Ну ничего, сейчас все спустим и поедем уже наконец-то. По дороге купим тортик и будем отмечать приезд. Мы сейчас остановились около магазина, где подаются торты. Как цветы? Не очень. Почему? Устала? Нет, я хотела приехать где-то в час дня, обещала родителям, а уже пять. Да, из-за этого эвакуатора все планы сбились. Но это жизнь, куда деваться? Какой хоть что-то? Черный трюфель. Вот это он, по-моему, да. У нас здесь такая хорошая кондитерская. Мы любим здесь покупать вкусные торты. Смотрите, какие выпечки классные. Давай еще что-нибудь возьмем. Здесь все такое аппетитное и реально вкусное. Набрали всяких пирожных, вышло на 520 рублей. Сейчас все соберем и поедем пить чаи. В России столько вкусненького. Это просто умопомрачительно. Когда приезжаешь, так все вкусно. Пудинги творожные. Будем частенько сюда заезжать. Мы можем даже из нашего дома ездить. А, есть что? Я еще заехал, поменял симку. Такую, чтобы она была nano. Nano-симка маленькая. Ставил телефон, все работает. Классно. Сколько это стоит? Складка в замену симку. О, прикольно. Спасибо большое. Вот это моя любимая кондитерская в Саратове. Здесь работают очень вежливые женщины. Смотрите, как красиво. Голубое чистое небо. Такая приятная прохлада. Солнышко. Красота. Ура. Мы приехали. Ставь сюда. Мой домик. Ура, ура. Кто там находится? Ремочек? Ура. Приехали. Если вы смотрели наше видео из прошлого раза, можете увидеть, как я дом отшпаклевал. Добро пожаловать ко мне домой. Пойдемте. Домочек. Это мой кот. Он сидит на крынце. Домочек. Папка моя. Привет. Как раз такое. Солнышко красивое. В самый раз. Дымойся. Это кто? Это кто? Где? Вот. Собачка. Привет. А дымок боится. Ты кто? Ты наш? Нет. Привет. Папочка. Здравствуй. Привет. 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 Как вкусно пахнет. Как вкусно пахнет. Духи хорошие. Я заскучилась так очень. Даже все. Ты как себя чувствуешь? Не болеешь? Ну, посетил меня инфорт. Да, мы знаем. Ну, ничего. Сейчас будешь со мной спортом заниматься. Что, не разжимается? Ай, больно. Не владеет рука. Не владеет. А у меня нос онемел. Ничего не чувствует до спорта. Так что мы с тобой. Ну, руку разработать можно. Ай, как я тебя люблю. Как я соскучилась. Мы целый день не можем к тебе попасть. То пробка, то... Андрей, ты чего засидишь-то? А, ну, сейчас надо вытаскивать вещи. Спасибо. Это кто? Кто это? Красавица моя. Как ты такая же? За меня наглядеться. А ты что это? Ты же из Таиланда. Ложна в купальниках. Мама, спасибо. А ты шубейку купила, что ли? Да, в Таиланде. Здравствуйте. Привет. Ты моя рада. Тепло привезли. А то мы тут замерзаем. Иди, даши вещи. Да мы там мало вещей особо. У нас улечка моя. Ой, ой, ой. Ну, это вообще. Ну, нет и нет. Заходи, не моройся. Нет. Тащита двери. Новые двери. Да. Сейчас. Давай зайдем. Вау. Поставили, да. Мы доказали, когда приезжали в прошлый раз. Дверь закрывали. А сейчас. И мы не успели посмотреть, как их сделать. Компания долго делала. Вау, как красиво. Вообще. Мне очень нравится. А вот у вас нету еще. Никого. Порадоваться. Порадоваться. Прикольно то, что двери под цвет подходят под кубики. Да. Да. Красиво. Это случайно получилось. Андрей, двери закрыты. Наконец-то я дома. Захлопывай. Захлопывай. Неужели это ты? Неужели я тебя вижу? Как я и сменилась загор? Ни капли. Все так, конечно, красиво. Вот папа немножечко у нас канделяет. Ничего. Папу мы поставим. Сейчас, закройте, пожалуйста, дверь пока. Какого? Это вот здесь я. Попробую чаю. Давай сейчас возьмем. Да, тортик там. А так ты выше. Никогда без каблуков. Я тоже не смею. Красиво черное дверь. А как ты себя чувствуешь? У нас на кухне немножко перестанут. Тебе надо больше отдыхать. Ты чуть почернела. Нос не работает. Нет, дышит, дышит. Чуть-чуть анемия. Что у вас тут? Новый диван. Да, да. Заходите. Что надо? Ну, ты куда пошел? По машинам. Все, все. Все по-другому. Ну, знаешь, это надоело вот это вот. Плохой такой диван, и мы решили купить новый. Ну, правильно. Папа, наверное, больше лежит, да, сейчас? Да, да. И он такой мягкий и по цвету подходит. Ага. И кот не дерет. А вот что я навязала вам? Покажи. Чтобы вы не мерзли. Что там? Что? О, наша комната. Привет. Ой, пинетки. Или как это называется? Тапки. Это тапочки. Вот носочки. Вот такие. Ой, какие хорошие. Потому что вы же в Таиланде, а там холодно. Ой. Холодно. Там тепло. А у нас очень холодно. Вот такие вот с мампончиками, с подошвой. Разноцветные. Красивые. Тепленькие. Я прямо сейчас одену. Я замерла. Короче, на выбор, какие вам нравятся. А на гухте. А на гухте. Вы затопили? Вот, вот, вот вам прислали. Молодцы. Подписчики. А, да. Наши зрители портрет прислали. Да. Красивый. И тут вот письмо. Ага. Это письмо вот потом почитается. О, приятно. Диану. Из Эстонии. Из Эстонии. Спасибо, Диана. Я потом это почитаю, все посмотрю. Все бережу. А на кухне у нас, че? Че? Я боюсь уже. Такие двери. У нас уже много маленьких перестанов... А че, всё по-другому? Вау. Ну год прошел. А уголка нету, да, теперь? Уголочек у нас в огороде. Все в огороде. О, еда... О, селедка подошелу! А это кто мне намёк дал в видео? Как красиво. А ты видела, что я взяла? Наш любимый с твоего пирожные и торт. Пошли пока в ванную. Так, смотрим, что у нас здесь. Проверка. Вау, вау, какая. Надо скупить это было. Ага, закрыть. Какая тут у нас серьёзная. Раковина, боже, боже. Ну, какая красота. Ковры постелили. Саш, как ванной красиво там вообще. А ещё туалет. Это вот барахлишка приехала. У тебя есть место в чемодане? В чемодане. Ой, в шкафу. Света. Пропала собака. Я всё освободила. Вам теперь хватит там две порки. И я решила книжки все отдать добрым людям. Да ладно. Уже отдала? Нет. Я жду, когда выйдет. Хорошо. А вот посмотри, какая помидора там. Помидора пока сейчас. Момент. Ой, какая рассада у тебя. Да, я посадилась. Вот это помидора. Новичок. Роза. Гранат. Ну, а перчика я немножко посадила. Потому что в том году много очень было. Понятно. Какая большая, а. Ну да, как я. Да, как ты. Ой, папа занимается ещё и гантелей умудряется. Да, всё. А ты видел, мама нам связала эти носки, чтобы мы носили. Это на выбор. Выбирай. Что нравится. Классно. Я всю зиму вязала, потому что я ждала вас, что вы приедете, чтобы вам тепло было. Спасибо. Вот хотите по цвету носите, хотите. И львёночек. А это кто этот львёночек? Это ты. А вот ваши подарки. Это из Таиланд. Ой, откуда? Из Эстонии. Посылочки. Я всё складываю. Классно, красиво. Вот я всё освободила, там, там, всё. Я вам даже тёплые халаты приготовила. Это ты, верно, подмейтила. Тёплые халаты. А дверь какие красивые. А вот сюда можете. Да, мам, тебе нравятся двери? Очень, очень. Удачный выбор. Ну, меня что радует, что меня дома не было. Как-то их ставить. Я на работе была. Ну, правда, я после работы пришла. Это что-то. Столько грязи. Ну, ничего. Зато я быстро всё убрала. Чемоданы, подарки едут. Как же вас самолёт упустили? Мама. Не по весу как. Представляешь? Ой, такой перевес так был. Но мы всё вручную козь. Мы стоим на посадку. И нас, меня, вызывают. Говорят, Светлана, пройдёмте со мной, короче. Я думаю, ну всё, за чё-то я встряла. И меня подвели прямо на улицу, где самолёты стоят. Где багаж самолёт грузят. Говорят, открывай чемодан. Да, я так перепугалась. Зачем? И мы прямо там самолёты, двигатели уже шумят. Мы открываем чемодан. И забирают мой лак для волос. Почему? Взрывоопасный, типа. А зачем ты туда? А я всегда его там вожу. Это какие-то новые правила. И ты это всё? Да, всё барахло разложила там у самолёта. Да ты бы сказала, там немножко раз пшип-шип и всё. А, да, простая ты. Вот такие дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!